Долговая яма Долговая яма Долговая яма Они были нормой для общества того времени И сам факт пребывания в этой глубине отчаяния Он очень, образ этот очень символичен, потому что Закей, он в данном Евангелии как раз совершает некий путь противоположности, он забирается наверх, на дерево. То есть он сам, человек, который повергал людей в эти ямы, ныне восходит и поднимается как бы выше земли для того, чтобы созерцать своего Бога. Это интересный момент такого отражения смыслов, который мы встречаем в Писании в связи с еще одним пророчеством о Христе в истории о Ионе, который в очреве кита проводит долгое время, в три дня он пускается вниз, хотя Бог посылал его идти на гору. Тот оказался в трюме, а потом спустился вглубь. Вот эти вот верх и низ здесь звучат не случайно. Today's Gospel talks about the tax collector, Закей, and we inadvertently remember what was called the death hole. And that hole is not just a symbol, it's actual place that was dug in the middle of the big towns or in a crossroads. And that's where people would be placed and sitting until somebody who would feel compassionate or their families would come in and buy them out and pay their debts. That was the common practice for Judea and other places in the Roman Empire, for the death collectors to implement whatever they took from people that way. And in that symbolic hole that people used to be placed, they would be rescued by obviously what we would sometimes associate with Christ, the one who comes to pay for us, to take us out of that hole. And Zacchaeus does something opposite. He actually, the one who puts people in these holes, he would come up in this Gospel and actually climb a tree. And this movement of up and down has come across in the Old Testament in the life of Jonah, who was the forerunner image of Christ in a way, who actually is sent by God to go up into the mountain and he actually begins to protest that blessing and he goes deeper and down into the ocean and he goes into the bottom of the ship and he goes into the bottom of the ocean and he gets inside the fish. So he's going down instead of up and disobeying God's commandment. Here we have this opposite reflection in a way, the person who has been coming, placing people in the hole, himself is now rising above that hole. Но, конечно, первый, кто платит взду, кто выкупает нас с вами, это Христос. Это образ Спасителя, который приходит и выкупает душу человека. И Zacchaeus является этой грешной душой в самом худшем своем состоянии. Он повергает других во грех, он повергает других во мрак скорее. Он является орудием вот этой тьмы. И несмотря на это, что в нем живет живая совесть, и он просыпается, и он выходит из себя, то, что называется. Он переступает все форматы своего существования, своего начальствования, своего образа, так сказать, перед людьми. Хотя он ненавидим, он все равно является как бы уважаемым начальником, и это важно. То есть его, пускай люди ненавидят, но его подчиненные должны его уважать. И вот этот человек совершает первый шаг, который для нас является тоже символом пути к Богу. Мы должны выйти из себя, чтобы подняться, чтобы приблизиться, чтобы захотеть, вожелать всем своим сердцем, прикоснуться к тайне спасения, увидеть своими глазами спасителя. Это требует от нас исхождения из своего комфортного состояния и, конечно же, общего мнения, которое нас окружает, которое скажет туда, кто ходит в эту церковь, смотри, одни бабушки, не надо, не ходи туда и так далее. Человек может встречать разные, так сказать, окружения себя, и его окружение может как раз-таки, ему говорит, не делай этого. И вот этот первый шаг совершается здесь, в Закее. И за ним следует второй шаг. Господь этот порыв, эту жертву, самолюбие и свои, так сказать, персоны принимается Богом. И затем призывается этот человек, слезь, иди ко мне, подойди ближе, и я приду в твой дом, говорит Господь. So, we have observed this pattern of spiritual life in this gospel, because when the person comes to God, they have to step out of the confines of their own self. Закей is not just a tax collector, he is a boss of tax collectors. So, we know that he is hated by all the people, but he also has his own subordinates, that he needs to uphold his image. He is a big man, and this big man does a very crazy thing. He climbs up on a tree, he abandons his position, his position of power, his image. That stepping out of oneself is a prerequisite to meeting God, and that's exactly what Закей is beginning to do. He is climbing beyond himself, and God recognizes that immediately, calls him forth, and says, Закей, come down to me. So, there is that contact, and the next thing is, Christ says, I will come into your home. I will come into your life, into your being, into your soul, into your heart. I will be with you today. And that is the meeting, that is very, very important, but yet it's not everything. И затем Христос входит в его дом, что опять-таки повергает народ в негодование. Тут они уже вокруг нас осуждают не только человека, но и Бога. То есть эти две вещи всегда очень сопряжены. И начинается народное справедливое возмущение, как этого пошел к этому грешному в дом. Это невиданно, неслыханно. И вот, пожалуйста, все поводы, чтобы осудить, казалось бы, налицо. И тем не менее, Бог опровергает этот ложный позыв и скажет нам, вот его-то мы можем осудить. Вот он-то точно не под трамп, вот там байден. Неважно, пусть все они, мы всех осудим за то или за другое, но у нас есть хорошие поводы. Нет поводов. Поводов для осуждения нет. Это обман. Поэтому Господь их разрушает. Он заходит в дом этого, как, казалось бы, самого грешного человека во всем, так сказать, регионе. И начинает с ним общаться. И это общение остается для нас как бы незаметным. Мы не знаем, что было сказано. Сам факт, что он зашел к нему в дом, уже колоссально изменило состояние Закея. Но по завершению этой вечери, и мы практически уверены, что они не молча там сидели, это было общение. И он трансформировался окончательно. После этого он встает, благодарит Христа и отрекается от всего награбленного, от всего нажитого им неблагочестиво. И это очень-очень важный момент, потому что мы с вами здесь смотрим на эту притчу, не на эту притчу, на эту историю, которая показывает нам механизмы движения душевных изменений в человеке. Человеку необходимо отречься от своих грехов. Мы вспоминаем преддверие Викого Поста Марии Египетскую, сколько лет она грешила, и сколько лет ей пришлось отрабатывать, очищаться от того, что она накопила в своей павшей жизни. Также из Акей опять показывается нам, что труд духовный, очищение нашего, нашего изменения, он должен быть проделан. Из Акей говорит все, что он говорит, половину он отдаст, раздаст, четверть раз он всех, кого обманул и несправедливо сделал, отдаст. То есть он выходит на абсолютное разорение ради спасения своей души. Он отрекается и готов возместить все те прегрешения, все преступления, которые он совершил. И в этот же самый момент его душа освобождается, и Господь называет его сыном Авраамовым, а это для того времени для людей означало, что он спасется. Это означало, что он истинно принят в райское блаженство, в отцарство Божие, получает пропуск. Не только он, но и весь его род. Через него грехи отцов, грехи унаследованные на его детях снимаются с него. Это подвиг, который совершает Акей. И тогда, когда Christ comes into his home, something happens within that conversation that we don't know of. Но by the end of that dinner, which, of course, he was judged for, and Christ was judged for it, and the man was judged for it. So, we have a judgment of both, judgment of God and judgment of man by the people. And it seemed like it was a very valid point. How could he come into the house of this most evil man? And how could he honor him with such a visit? And thus, people feel the right to judge. And Christ says, yes, you have no right to judge anyone because you don't know anything. And we are constantly finding the trap of the right judgments. We can judge Trump, we can judge Biden, we can judge whoever for whoever. We judge because we think we know who is right, who is wrong, and who is to be where and how. That's not our jurisdiction. Christ breaks this again. He points to his own action. He comes in to save the sinners. And it's not our job to decide and pass judgment upon how it's going to happen and who. So, judgment of man and judgment of God always come together in one. And this story then happens among the people who are outraged. And he stays there with him. And Zacchaeus goes through a deep transformation. And after the dinner, he stands up and fully releases himself from all the sins. And this again reminds us of the pattern of accumulation of sin and purification that we will encounter as a reminder with St. Mary of Egypt who sinned for many, many, many years. And then she had to go and purify herself for many, many, many years. The work of purification requires real action. And that action is taken by Zacchaeus who says, I will practically go broke. I'll give up everything that I've acquired over time. I am bankrupt. And that is a real action. And immediately follows the blessing of God that confirms and says, You are saved. Not only you, but the inheritance of your sins is lifted from your generations, from your family, from your line. He is becoming a son of God. He gets the entry pass into the kingdom by letting go of all the sins and cleansing. And that is a very, very powerful message for us prior to the beginning of the Great Lent. Because all of Great Lent is this process of ourselves coming out of that hole in the ground that we put ourselves into with our own debts by us being raised by Christ, by us reaching out and letting go and reverting the process of sins, of our judgments, of our condemnations, and of other wrongdoings, and us trying to repent and make good with God in a reverseless pattern of death. Поэтому в преддверии Великого Поста, дорогие братья и сестры, мы с вами начинаем понимать, напоминать и входить в состояние очищения, и понимать, что это работа отпустить, очиститься от накопленных нами вот этих вот неправедных, нажитых нами грехов, и начать их отпускать, отдавать, обанкротиться в духовном смысле, стать нищим духом, отпустить все, что мы натащили к себе в как бы тайком норку духовном смысле, и отдать это все Богу, и восстать как Закхей, и быть освобождены, и быть очищены, и действительно получить благословение на Царство Божие как себе самим, так и всем нашим близким и родным, смотря на урок Закхея, и восходя со Христом из этой дыры долгов и прегрешений, во свет, в любовь и вечерю Господнюю, на которой мы сегодня здесь все собрались, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Продолжение следует...